Тель-Абим Тель-Абим Я предлагаю вам вместе со мной пройти путь становления Вульперы и посмотреть, что же такого нового сделали разработчики Сируса. Создам себе Вульперу-Охотника, потому что, как по мне, это очень канонично. Вульперы ведут кочевой образ жизни, занимаются охотой и собирательством, поэтому класс Охотника здесь будет весьма кстати. На протяжении веков безжизненные утесы и пыльного ветра служили Вульперам надежным убежищем в неприветливых землях острова Тель-Абим. Отсюда многочисленные караваны этого народа отправляются во все уголки Великой пустыни в поисках скудных ресурсов для соплеменников. Однако пески не знают жалости, и караванам всегда нужны способные и сообразительные Вульперы. А значит, для вас настала пора покинуть родное гнездо и помочь своему народу в непрекращающейся борьбе за выживание. Наша стартовая зона – поселение Аджума, и мы представляем Охотника, который решил, что может справиться с вызовами судьбы и стать одним из странников пустыни. Для начала нужно пройти испытания и победить трех претендентов, с чем мы успешно справляемся. Второе задание – полный скам, потому что вот это Вульпер ворует наш кошелек и прячет под одним из стаканов. Нам нужно угадать под каким. Если ошибемся, то потеряем все свои накопления. Но, к счастью, нам удалось найти правильный стаканчик. Дальше Нера просит нас выполнить несколько поручений других Вульпер, чтобы убедиться в том, что мы точно достойны стать странником пустыни. И старушка Маура дает нам такие поручения. Мы отправляемся искать Мичи, который потерялся где-то в пещерах неподалеку. Спустя несколько минут нам удается найти Мичи, и он отравленный лежит без сознания. Когда мы спасаем его от смерти, он просит нас помочь добыть немного паучьего мяса, ведь именно за ним его послала сюда старушка Маура. И он не может вернуться домой ни с чем. А сейчас он не в состоянии сам убить пауков. Мы добываем это мясо, и Мичи просит нас добыть еще немного соли для мяса. Найти ее можно у огромного спящего великана в пещере неподалеку. Великану явно не понравилось, что мы потревожили его покой, и он бесцеремонно вышвыривает нас из своего дома. Но все же соль мы сумели добыть. В итоге все счастливы и рады, мы выполнили все возможные поручения, а значит пора отправляться дальше. В пустыню. Мы отправимся к стоянке, месту куда стекаются все караваны безжалостных дюн. Там обменяемся новостями с местными и определимся с дальнейшим курсом. И здесь мы наконец-то можем посмотреть на величественную пустыню Тель Абима. Еще ни у одной союзной расы не было такой крутой локации, и находясь здесь забываешь, что все это реализовано на сервере гнева короля лича версии 3.3.5. Кстати, вы никогда не задавались вопросом, что это за хвосты висят на повозке вульпер? Это хвосты тех, кого они убили в жестокой схватке, или же это хвосты родственников, которым до этого принадлежала данная повозка? Напишите в комментариях. На нашей стоянке мы находим Кензу, на караван которого напали ядохвосты, и он смертельно ранен. Быстренько добираемся до ближайшего поселения и сообщаем о случившемся. Нам говорят, что Кензу всегда путешествовал в одиночку и почему-то не подумал о противоядии. Ведь ядохвосты — это одни из самых опаснейших существ в безжалостных дюнах. Мы отправляемся на поиски противоядия. Его можно добыть из жалроевиков. Параллельно берем квест неудачливого чернокнижника, от которого сбежал демон. Варлок просит нас отыскать этого демона и наказать его как следует. И то, и другое задание выполнено. По пути обратно самое время приручить себе гиену, пусть она тоже помогает в путешествии. И вот у меня появился новый спутник. Отлично. Возвращаемся к Кензу, даем ему противоядие и сопровождаем его обратно на стоянку. Там он рассказывает нам про древний город Зуландии и просит нас собрать несколько ценных артефактов оттуда. Самое прикольное здесь, что я просто бежал вперед и не заметил вот эту песчаную многоножку. Она настолько сильно сливается с цветами локации, что ее просто не замечаешь. Ну вот, мы растревожили духов и в пустыне пошел дождь. Тем не менее, задание выполнено. Ты помог Кензу? Это очень по-вульперски. Мы своих в беде никогда не бросаем, но я повсюду тебя ищу. Нам пора двигаться дальше. Пора навестить пруды Туманного Сердца. Один из немногих оазисов в безжалостных дюнах и настоящая отрада для путника. Нам предстоит столкнуться с Тиганами, это местный аналог саблеронов, и горлоками, которые воюют за самые аппетитные кусочки Телябима. Отправляемся в деревню к этим ребятам, воруем немного травы, и набираем флягу воды и возвращаемся обратно. Затем эти две вульперы просят нас отправиться в другую деревню, своровать там несколько блестяшек у местных аборигенов и забрать у Чуда Птиц их яйца, чтобы потом съесть их. Ну что ж, герой Азерота он такой, никакая работа ему не чужда. И на месте, где должны находиться блестяшки, обитает очень много макак. Мы впервые видим бананы на Банановом острове, с помощью которых можно отвлечь внимание мартышек и забрать блестяшки. Все задания тут выполнены, время двигаться дальше. Мы отправляемся в логово, и оно выглядит просто потрясающе, располагаясь в этом каменистом ущелье. Здесь мы знакомимся с местной предводительницей Сони, которая просит нас разобраться с главной угрозой всего острова, торговой компанией, которая вот-вот выкачает все ценные ресурсы. Окей, освобождаем пленных вульпер, разрушаем буровые установки, расправляемся с местными предводителями и вуаля, остров спасен от захватчиков. Теперь вульперы могут спокойно выращивать все, от морковки до капусты, и не бояться, что их кто-то потревожит. К сожалению, в северную зеленую часть острова мы попасть не сможем, хотя именно с этой части начиналась старая вступительная цепочка заданий вульпер. Ну и на этом наша цепочка заданий подходит к концу, и среди пленников мы спасли не только вульпер, но еще и представителей Орды и Альянса. Они зовут нас на Большую Землю, и самое время выбрать сторону. Ну а когда сторона выбрана, сюжет уже пойдет своим чередом по старым локациям, потому что нас телепортируют в столицу выбранной фракции. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте на сервер Сирус по ссылке в описании. С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро.